Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас необычные бургеры, которые называются Томбик. Я взяла сразу два. В комплекте шла картошка фри из новой доставки, но картошка мне как-то не очень понравилась, если честно, как домашняя. Еще положили соус. Я взяла у них айран. Бесплатная доставка была, я решила попробовать новую доставку. А то в Макдональдсе это ужас, конечно, какой-то. Вкуснотища просто. И давайте приступим. Сегодня я встала очень-очень поздно. А все потому, что мама меня не разбудила. Прикиньте, я встала в час дня. Я маме говорю, почему ты меня не разбудила? Она говорит, тебя было жалко будить. Маме вечно жалко меня будить. Скажу честно, бургер очень вкусный, сочный. Внутри много чего. Он стоит каждого моната, которое за него было потрачено. Картошка фри. Огурчик. Чесночный соус. Вау. Я заказала. Вот не совру, прошло где-то 10 минут. Максимум 15. Мне позвонил курьер и говорит, я внизу. Это очень удобно. Вообще, я не люблю экспериментировать, заказывать из разных доставок. Потому, что очень часто я разочаровываюсь. Прям одним томиком можно наесться. Каждый раз, с периодичностью в неделю, мне снится один и тот же сон. Значение которого я так и не понимаю. Сон такой тревожный. Типа я выхожу из какого-то мероприятия, мне нужно доехать домой, а дорогу домой я не знаю. Я вспоминаю, что есть служба такси. Пытаюсь вызвать такси, у меня не получается. Приложение глючит. Я прошу прохожих. В общем, один и тот же сон. Кто подписан на меня давно, все знают, что я раньше была лунатиком. Даже сейчас. Иногда я замечаю, что я утром встаю, и у меня какие-то синяки. Откуда они появляются, я даже не знаю. Хотя синяки у меня редко появляются. Я встаю, и понимаю, что какая-то часть тела у меня как-то болит. Сарапины или еще что-то. Это было раньше. Сейчас в последнее время этого нет. Однажды я была у бабушки. И бабушка очень чутко спит. Очень. Мы с ней спали в одной комнате. И она увидела, что резко я подскочила. И спустилась вниз. Бабушка, естественно, подумала, наверное, в туалет. С кем не бывает. Ждет, а меня нет. Потом бабушка понимает, что что-то не то. Хотя в этот момент бабушка не знала, что я лунатик. Спускается вниз и понимает, что я пытаюсь открыть ворота. То есть я хочу выйти на улицу во сне. И у меня это не получается. И она меня кликивает, что Айка, куда ты? И я просыпаюсь. Я просыпаюсь. И у меня такой мандраж, такой страх. Я начинаю плакать. Мы ложимся спать. Бабушка меня успокаивает. И заодно рассказывает историю из своей молодости. У нее была двоюродная сестра. Которая тоже была лунатиком. Ходила, ходила. А там у них на деревне был обрыв. И она просто этот обрыв не увидела, находясь в состоянии сна. И упала с этого обрыва и умерла. Много кто писал в комментариях, как лечить лунатизм. Некоторые говорили, что вокруг кровати нужно посыпать муком. Если я буду ходить, чтобы хотя бы знать, что в этой ночи я ходила. Но ходить потом по муке, мне кажется, это большой грех. Альтернатива, например. Можно вокруг кровати оставить мокрое полотенцем. Чтобы когда я наступила на мокрое, я проснулась. Потому что однажды у меня такое было. У нас был старый холодильник. Сейчас мы купили новый. Если вы давно следите за моим каналом. Раньше у нас был другой белый холодильник. И время от времени из него текла вода. Однажды я, оказывается, просто ходила по квартире. И вдруг я проснулась. Проснулась от какой-то влажности резкой. Проснулась и замечаю, что у меня нога мокрая. Я стою рядом с холодильником. А из холодильника вытекла вода. У меня брата тоже была такая же ситуация. У меня когда я просыпалась, например, после лунатизма была такая тревога. Я постоянно начинала плакать. У меня какая-то была истерика. Я слышала, что это не лечится. Очень жаль, что это вообще не лечится. Говорят, что это психологическая травма. Не знаю, честно. Особенно это у меня проявляется, когда я ночую где-то не дома. Например, в гостях. И очень странно будет выглядеть, если, например, я в гостях. И ночью я проснулась и захожу в их спальню, например. Или копаюсь в их шкафу. Как-то очень странно будет выглядеть со стороны. Представьте себе такую ситуацию. Гостя пришла, посреди ночи проснулась и копается в шкафу. Брат вообще всегда запирал дверь балкона. Он вообще видел меня в этом состоянии и говорит, что разбудить очень сложно. И всякое может быть. В общем, когда я долго сплю. Например, вчера я заснула где-то в 10. Я сегодня, получается, проснулась в час дня. Получается, до хрена поспала. Но мне порой кажется, что все это время я не спала. А, например, лунатила. Хотя я могу ошибаться. Это чисто моя фантазия. Многие просили ставить камеру. И следить за собой во время сна. Я так сделала. Просто на флешке закончилась память. И получается, я засняла только 4 часа своего сна. То есть, легла спать, 4 часа засняла. И все остальное осталось за кадром. Наверное, надо какую-то специальную камеру. Или ухудшать качество изображения. Даже если на флешке место будет, все равно у меня камера так долго зарядку не держит. Это нужно покупать специальную, наверное, камеру. Я реально наелась одним, прикиньте. У меня закончился сок. Я сейчас принесу другой. Точнее, у меня закончился айран. И теперь я взяла сок. Мультифрукт. Давайте еще пару укусов. Но картошка мне вообще не понравилась. Она какая-то неаппетитная совершенно. Вообще, я слышала, что типа лунатизм происходит вследствие каких-то травм детства. Но мне кажется, это переходит по наследству. Потому что у нас в роду много лунатиков. Тот же брат. Но сейчас в последнее время уже нет. Но раньше прям лунатил. Я наелась, мои хорошие. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка.